Парламентская позиция в лице депутатов блока АКУМ, фракции партии ШОР и группы Плохотнюка устроили настоящее шоу на заседании, выступив категорически против инициативы президента, утвержденной правительством о проведении индексации пенсии дважды в год 1 апреля и 1 октября для всех пенсионеров без исключения. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Верико Думбревяну пришла в четверг в парламент, чтобы представить инициативу, предусматривающую проведение индексации пенсии два раза в год 1 апреля и 1 октября для всех пенсионеров, а это почти 700 тысяч человек. Как сообщила министр, с 1 апреля коэффициент индексации будет равен инфляции, зарегистрированной в последнем квартале предыдущего года, а с 1 октября он будет равняться показателю роста цен, отмеченному в первом квартале текущего года. Глава ведомства также уточнила, что с 1 апреля 2020 года размер индексации составит 4,8%, а с 1 октября прогнозируется рост пенсии на 3%. Цель проведения индексации пенсии – улучшение покупательской способности пенсионера, исходя из зарегистрированного уровня инфляции. Эта инициатива именно это и предусматривает. В то же время Думбревян уточнила, что решение о проведении индексации для всех пенсионеров, вне зависимости от уровня их дохода, было принято намеренно, чтобы не вызывать разногласий в обществе. Если индексация будет проведена лишь для лиц с низким доходом, это вызовет недовольство других пенсионеров. Поэтому мы решили обеспечить индексацию всем, а пенсионерам с низкими доходами оказать дополнительную финансовую поддержку. Неожиданно проект, направленный на улучшение жизни одной из самых уязвимых категорий населения – пенсионеров, вызвал недовольство депутатов оппозиции, которые стали критиковать и правительство, и президента, выступивших с этой инициативой. Так, депутаты блока ОКУМ, кабинет министров которых вообще отказался увеличивать социальные выплаты, вдруг возмутились, что 4,8% и 3% – это слишком мало. Более того, ОКУМовцы, известные как преданные последователи различных международных организаций, вдруг возмутились тем, что правительство Молдовы прислушивается к рекомендациям МВФ. Дайте больше и тем, чей доход превышает 2600 лев. Вы управляете страной или вы Международный валютный фонд? Депутаты от партии ШУР вместе с группой Канду также отказались голосовать за проведение индексации дважды в год для всех пенсионеров. Они почему-то решили, что люди третьего возраста в повышении выплаты не нуждаются. У нас пенсионеры ждут не этих процентов. То повышение пенсии, которое сегодня мы предлагаем пенсионерам, оно абсолютно не обеспечивает жизнедеятельности наших пенсионеров. Поэтому мы считаем, что данный проект популистский. Парламентская группа ПРО Молдова не проголосует за этот проект, потому что мы считаем, что предложенная индексация недостаточно, плохо аргументирована и плохо подсчитана. В данной связи депутаты-социалисты возмутились поведением коллег от оппозиции, обвинив их в том, что они ради собственных политических дивидендов пытаются помешать повышению благосостояния населения. Такое впечатление, что некоторые коллеги против того, чтобы мы людям выделили больше денег, чтобы люди жили лучше. Некоторые коллеги очень переживают и выражают сожаление в связи с тем, что инфляция в ближайшие полгода будет низкой. Уважаемые коллеги, давайте называть вещи своими именами и предоставлять честную информацию. Речь идет об индексации пенсии, а не об их повышении. Есть прогнозируемый процент инфляции, и это хороший показатель. Получается, что на эти деньги пенсионеры смогут купить гораздо больше продуктов. Скажите, что людей интересует? Вот спросите людей, вас интересует процент или вас интересует конкретная сумма денег? Все скажут, конкретная сумма денег. Второй вопрос. Спросите людей, вас интересует конкретная сумма денег или конкретный набор товаров, продуктов питания, услуг, которые вы можете оплатить за этот прирост? Все люди скажут, конкретный набор товаров. Так вот, за это повышение, которое будет в процентах, возможно, это будет меньше. Но конкретный набор товаров и услуг, которые люди смогут больше купить, будет значительно больше. Несмотря на недовольство оппозиции, данная социальная инициатива была принята в первом чтении. Стоит отметить, что решение не будет распространяться на прокуроров и судей, а также на получателей так называемых привилегированных пенсий – депутатов, членов правительства, местных избранников и публичных чиновников.